Раньше в январе единицы так делали. Рожайте сейчас! Рожайте сейчас! Все! Вот прям вот после выпуска сразу за 2 миллиона евро. И ты не приходишь голосовать на выбор, у тебя назначается штраф. Значит, ательеры могут отказаться от системы all-inclusive. Впереди планеты всей в этом плане. Друзья мои, всем доброго дня! Это снова мы, Лига Реал Эстейт. И это снова выпуск, посвященный непосредственно нашим, вашим всем новостям, которые за эту неделю благополучно свершились. В общем, мы сегодня расскажем много интересного. Ну, естественно, я это делать буду не один. Мария, Лига Реал Эстейт. Всем добро пожаловать, дорогие друзья! Денис просто очень-очень рад, как и большинство жителей Турции именно сегодня. Что же за такой знаменательный день наступил? Денис, ты видел сегодня счастливых, довольных людей на улице? Я тебе даже больше скажу, что я ехал с ними в автобусе. Что же за день, дорогие друзья? А сегодня окончание первого учебного семестра во всех турецких школах. Независимо от того, это частная школа или государственная, сегодня последний учебный день и начинаются двухнедельные зимние каникулы. Что же это значит для нас с тобой, Денис? Нам не рекомендуется ехать в отель, идти в какие-то развлекательные детские центры, вообще на любые развлекательные мероприятия, потому что в этих местах будет огромное скопление людей. И то же самое касается даже нашего Ланинского кинотеатра. Если вдруг ты планировал на следующей неделе пойти на какой-нибудь мультфильм, днем даже, это стоит перенести через две недели. Но почему же дети были довольны, все понятно, потому что теперь у них полноценные каникулы. В Турции нет осенних, каких-то еще промежуточных майских каникул, у них есть только зимние и летние. У меня новость тоже. Значит, в Стамбуле, друзья мои, раньше обычного зацвели деревья. Температурный режим, соответственно, прям сбился. Ну и, соответственно, некоторые деревья, как говорится, проснулись. И вот даже есть специальный термин – ложная весна. Раньше такие явления были раз примерно плюс-минус 10 лет. И еще это означает о том, что меняется климат. Ты знаешь, это однозначно. И у меня есть следующая за твоей новостью новость. И она о том, что для кого-то этот зимний сезон самый теплый за последние 52 года, потому что действительно даже сегодня я ехала на съемку, огромное количество людей не просто загорает, но и плавает море. Раньше в январе единицы так делали. Но это, дорогие друзья, самый худший за последние 42 года горнолыжный турецкий сезон. Несложно догадаться, почему. Денис вам все только что рассказал. Очень тепло, снега нет, то снегопады не ожидаются. До конца января у нас будет стоять такая прекрасная погода. Открыто только примерно 20% горнолыжных трасс. Отели, разумеется, брони отменяются, туристы не едут, несмотря на школьные каникулы. Я вот лично была два последние года на школьные каникулы на горнолыжных курортах, и всегда были огромные очереди. Очень много детей, все катаются на санках, приезжают. В этом году такого ажиотажа не наблюдаются. Торговая сеть Мигрос, я думаю, что все ее знают, объявила о фиксации цен в январе. Мы должны были эту новость, наверное, в декабре еще прочитать, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Значит, в течение января, а еще полянваря, в конце концов, Мигрос зафиксировал цены на 419 продуктов под своим собственным брендом Мигрос, включая самые основные продукты, ну и сделает скидку на более чем 3000 брендовых продуктов. Тысяча наименований основных продуктов, так как, не знаю, такие как мука, яйца, сахар, бобовые, моющие средства, подгузники, ну и многое-многое-многое другое. Поэтому, так что, интересненько. И главное, к Мигросу присоединились еще и такие же крупные, большие сетевые магазины, как А101 и Бим. Поэтому, друзья, бегом, как говорится, все в магазин. Берите телеги, запасайте, потому что, действительно, чтобы немного остановить вот эту инфляцию, да, которая существует здесь, не секрет, ни для кого. Ну вот, магазин решили, тоже пошли навстречу. Ну, а хочешь, шокируй следующую новость, которую я приготовила? Ну, сильно не шокируй, давай все-таки. Ты всегда о таком хорошем, позитивном, но я о наших еще настоящих реалиях вам расскажу. Особенно новость будет актуальна для тех, кто собирается увеличить состав своей семьи в следующем году. Новость о том, сколько теперь стоят роды в Турции. А именно, непосредственно, в нашей любимой Алании. Если буквально еще в сентябре 2022 года контракт с частным врачом на естественное родоразрешение стоил 6,5 тысяч турецких лир, то после Нового года они обрадовали своих беременных клиентов новыми ценами. И минимальная эта стоимость сейчас начинается от 22 тысяч лир, а в среднем составляет 28 и 32 тысячи лир с самыми нашими знаменитыми турецкими врачами, которые принимают роды. Поэтому, дорогие друзья, если вдруг вы хотите... Рожайте сейчас! Рожайте сейчас! Все! Вот прям вот после выпуска сразу, потому что потом будет дорого. Действительно, цена увеличилась очень значимо, и больше там могу рассказать. У меня есть актуальные цены про прием врача-гинеколога, который посещает беременные женщины каждый месяц. Если в прошлом году он составлял тысячи лир, включал это прием, УЗИ и анализы, анализ крови, то сейчас такой прием стоит 2,5 тысячи лир. А у меня есть тоже вот, ну так сказать, какие-то статистические еще отголовки, так сказать, 22-го года. Значит, звонки в экстренную службу, 112, я думаю, что все знают этот номер, вообще практически он во всем мире одинаковый, в Анталии от иностранцев, также не остаются, естественно, без ответов. Центр экстренного вызова 112 в Анталии также очень быстро реагирует на уведомления от иностранцев. 8 сотрудников, владеющие английским, русским и немецкими языками, в течение буквально 20-30 секунд получают информацию и, естественно, передают им непосредственно тем самым службам, по которым идет речь. По сравнению, например, с предыдущими годами количество уведомлений на иностранных языках увеличилось на 25%. Вообще Турция, конечно, такое удивительное место, где на одной территории живет огромное количество самых разных национальностей, самых разных людей. И на этой неделе, разумеется, многие православные отмечали праздник, который называется Крещение. И, казалось бы, где мы в Алании найдем прорубь, где мы найдем купель, ничего у нас такого нет, не приспособлено, но было целых два мероприятия. Первое – это выезд от РПЦ на Горную речку, где была возможность окунуться в воду, температура которой плюс 10 градусов. И второе очень значимое масштабное мероприятие проходило в районе Мухмут-Лар. Там проходило освещение моря. Именно море сначала составило службу на пляже, а далее батюшка освещал море, и после этого все купались. Благо температура воды в этом году действительно очень теплая, поэтому купание, действительно, можно полноценно сказать, было очень и очень массово. Следующее, вижу, у тебя горячая такая моря. У меня новость, да. Ну, как бы, новость про ВНЖ, друзья мои. Значит, не буду сразу тизерить, хотя тут по-другому никак. Значит, ладно уж, черт. Значит, россияне заняли первое место среди иностранных граждан по числу выданных в Турции в 2022 году виду нажительства. Выходцы из Украины, получившие ВНЖ, более 47 тысяч. А вот россиян, друзья, которым выдали непосредственно вот документ, который имеешь право жить спокойненько и хорошо, и легально, что очень важно, аж 132 тысячи. Это по всей Турции тоже. Да, 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 да. Ну, а вот если такие общие статистические данные, то максимальное число иностранцев, естественно, зарегистрированных, это в Стамбуле. Там более 706 тысяч вообще иностранцев. Ну, а в Италии примерно плюс-минус 160 тысяч. И еще есть новость потрясающая, просто потрясающая. Как пишет издательство Turkey Tourism, возможно, неправильный акцент я сделал, значит, ательеры могут отказаться от системы All-Inclusive, естественно, в Турции, и перейти на непосредственно полупансион. В случае отказа от системы альтернативной выступит система полупансион, действующая до 2000-х годов в Турции. Есть у меня новость, Денис, знаешь, которую я читала, и были у меня такие легкие сомнения, что Стамбул до сих пор считает, что он впереди планеты всей. Недавно в Стамбуле все соцсети, да не только в Стамбуле, а в Турции облетела новость о продаже квартиры, уникальной квартиры, потому что уникальна она своей стоимостью. Она находится в районе Кадыкёй, и ее стоимость 1 миллион 250 тысяч английских фунтов. В перерасчете я так подготовилась, примерно это полтора миллиона евро. И за эту стоимость люди утверждают, что в Англии можно купить целый замок. Но я знаю, Денис, что у тебя есть чем казарнуть? Конечно, конечно. Я тебе даже больше скажу, что не только мне. Я уверен, что наш подписчик скажет, мужчина сейчас вот скажет, так елки-моталки, я же видел там выпуск. Мы, друзья, наверное, несколько месяцев назад, не буду точно уточнять, когда это было, снимали здесь вилл за 2 миллиона евро. Значит, есть еще одна новость, но она такая больше уже, ну, так больше для информации, да, что называется, для размышлений. Значит, туристы, естественно, продолжают пребывать в Анталию. И, как обычно, россияне впереди планеты всей в этом плане. Анталия продолжает принимать туристов. И, естественно, по данным, по первым данным за 15 дней, буквально вот 2023 года, в Анталию прибыло 118 тысяч 762 туриста на 1135 самолетах. Значит, рост по сравнению с аналогичным периодом 22 года на 61,5 процента, я так понимаю, превышает. Первое место занимают туристы из России 36 тысяч плюс-минус, за ним следуют немцы с 31 тысячу, потом британцы с 9 тысячами, ну, и завершают четверку, так сказать, туристы из Израиля. 6625. Ну, и, наверное, к самым интересным новостям. К самым важным. Ну, я бы сказал, не то, чтобы прям самым важным, но очень-очень интересным. Я думаю, что все понимают и знают о том, что 23-й год, мы в прошлом выпуске с тобой, кстати, разговаривали на эту тему, будет такой интересный, судьбоносный, знаковый год. Ну, помимо того, что у Турецкой республики 100 лет, да? Еще и Лозанский договор заканчивался. Там много всего интересного, 23-м годом подписанное. Выборы, друзья мои, выборы в Турецкой республике состоятся. Естественно, куда они без этого. И вот тут встал вопрос, когда это произойдет? И, значит, у меня есть данные о том, что там прям интрига была. То есть, либо тогда, либо всегда. Значит, было в качестве возможных вариантов дат выбрать несколько. 30 апреля, 7 мая, 14 мая. В общем, тут много, я так понимаю, шли споры, споры, споры. Но президент действующий, товарищ Эрдоган, решил и намекнул, точнее, даже не решил, намекнул о том, что выборы пройдут 14 мая. Почему была взята непосредственно эта дата, 14 мая? Как утверждает господин Эрдоган, напомнил, точнее даже, что 14 мая 1950 года политический деятель Аднан Мендерас победил на выборах, добившись значительного перевеса в голосовании. Ну, я так понимаю, вот этот символизм, который очень много и здесь, да и вообще каждый человек верит. Я думаю, что подумают о том, что, ну, если тогда взяли, то и здесь возьмем. Ну, естественно, оппозиция против, поэтому тут прямо весело начнется скоро. Интересный факт про турецкие выборы. Давай. Если ты являешься турецким гражданином, у тебя есть турецкое гражданство, и ты не приходишь голосовать в день выборов, у тебя назначается штраф. Реально? Да, и ты оплачиваешь штраф. Я сама это узнала недавно, буквально от своих друзей, граждан Турецкой Республики. И они в предвкушении выборов. Штраф вам несущественный, это было около 50 лир, я не знаю, возможно, в этом году будет какое-то увеличение, но сам факт, что эти люди фиксируются, которые не приходят голосовать, и действительно оплачивают штраф. Про штрафы, сейчас очень многие действующие штрафы были повышены в этом году, действительно, причем существенно, практически в два раза, в том числе штраф за разговоры по телефону, когда вы за рулем находитесь, дали штраф за неправильную парковку, ну и в том числе штраф именно за неправильную парковку непосредственно на улицах Алании. Если вы решили, что парковки нет, и можно просто припарковаться посередине дороги буквально, и раньше это оставалось безнаказанным, то есть люди по пониманию относились, машина на аварийке, можно ехать дальше, то сейчас полицейские, конечно же, уделяют этому внимание и штрафуют. А штраф составляет 8500 турецких лир. Нормально. Как минимальная зарплата, между прочим, очень существенно, дорогие друзья. Поэтому соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны. Но у меня тоже новость, связанная с автотранспортом, и я бы сказал, что, ну такая казусная, но интересненькая. Как говорится, напоследок посолим вкусненько. Значит, рассыпанные апельсины перекрыли трассу в Гази-Паше. Гази-Паша это недалеко от нас. Значит, авария произошла на трассе Гази-Паша-Анамур, это вот в сторону Мерсии, на побережье туда потихонечку едешь. Грузовик с апельсинами, на принципе, на большой скорости вот не вошел в поворот. И вот, собственно говоря, сотни апельсинов рассыпались на дороге, на трассе Гази-Паша-Анамур, которая числится также в Д-400, была закрыта для движения. Полиции и дорожные службы расчищали трассу, чтобы, естественно, ехать дальше все, потому что она достаточно плотная, очень сильно загружена, поэтому, я так понимаю, пробочка-то была там серьезная. Ну и, как и утверждается, что через час движение на трассе было восстановлено. Ну что, дамы и господа, в принципе, на сегодня у нас новости закончились. Хотим узнать, что интересного произошло у вас за этой неделе. Возможно, вы знаете какие-то новости, которые прошли мимо нас, и мы будем очень рады прочитать о них в комментариях. Не стесняйтесь, дорогие друзья, делитесь, потому что эта информация действительно будет полезна абсолютно всем нашим подписчикам. Ну а мы лишь только хотим сказать о том, что спасибо, что с нами, спасибо, что досмотрели до конца. Если вы поставите вот такой значок и вот такое вот сердечко, мы будем только безмерно благодарны. Ну а если еще и напишите что-нибудь хорошее, вообще расцелуем, если увидим, конечно, а мы иногда встречаем наших подписчиков. Поэтому Лига Ньюс для вас, Мария, Денис и все Лига Реал Эстейт. Пока.